Сегодня проговорим про набитие звёзд, на чём же лучше всего набивать, на каком вооружении, на каких званиях и что вообще лучше делать, для того, чтобы как можно быстрее набить звёзды на своём нагибаторском аккаунте. Ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня проговорим про набитие звёзд, на чём же лучше всего набивать, на каком вооружении, на каких званиях и что вообще лучше делать, для того, чтобы как можно быстрее набить звёзды на своём нагибаторском аккаунте. Начну я, наверное, конечно же, с званий, где, на каких званиях проще всего набивать звёзды. Ни для кого не секрет, что на званиях до первого Уоррент-Офицера, может даже до какого-то третьего, четвёртого Уоррент-Офицера, если у вас имеется Фрис М2 в фулл-прокачке, то это тоже актуально, проще всего набивать звёзды. Если же играть на более средних званиях, наверное, где-то около лейтенантов, майоров, полковников, то там обстоят дела намного-таки хуже. Поэтому, если я бы выделял бы определённые диапазоны, на которых проще всего набивать звёзды, то я бы выделил, наверное, диапазон от штаб-сержанта где-то до третьего Уоррента и, конечно же, легенда. Почему именно на легенде проще всего набивать звёзды и вообще с чем связано набитие этих звёзд, почему их проще набивать, чем на средних званиях? Ответ прост. Ты имеешь максимальное вооружение, если ты имеешь это максимальное вооружение ещё при этом фулл-прокачке, то тебе набивать их намного-таки проще, чем набивать игрокам, которые имеют, например, не фулл-прокаченное вооружение, условно, там какой-нибудь генерал, майор, маршал, условно, там, не знаю, фельдмаршал. Который не имеет фулл прокачки, не имеет большого выбора вооружения, не имеет модулей, дронов и тому прочему Ему набивать, конечно же, в матчмейкинге звезды намного-таки тяжелее Поэтому, если давать вообще полнейший обзор, где проще всего набивать звезды Выделяем два диапазона, но, конечно, если бы я выбирал, то на легенде как бы все стабильно И у тебя один диапазон, который, в принципе, не может никак измениться Званка у тебя растет и, по сути, никогда у тебя диапазон не изменится и с этим все, в принципе, понятно Что касаемо вооружения, то здесь я отдам свое, конечно, предпочтение по корпусам Безусловно, это викинг, есть, конечно, карты, где у тебя зайдет, например, тот же васп Но викинг это стабильность, это лучший, по моему мнению, корпус вообще созданный у нас в игре И скорость, пропорция, я бы сказал, скорости и количество здоровья Это просто лучшее соотношение, которое вообще, в принципе, у нас в игре имеется Поэтому по корпусу здесь все понятно и ясно Что касаемо пушек, я, наверное, сегодня неспроста играю на данном вооружении Я, конечно, выделю фреза По моему мнению, именно в матчмейкинге данная пушка раскрывается просто на 100% И именно здесь она дает максимальное количество, наверное, коэффициент максимальной полезности Вообще, которая может быть у нас только в игре Что касаемо других пушек, то можно, конечно, выделить ту же жигу, на которой может не быть резиста Да и вообще, в принципе, все пушки можно в какой-то степени выделять, если на них не будет резиста Но, как ты фреза сейчас, ни нерв, ни баланс, он все равно нагибает И то, что ему занерфили эту одну секунду, это вообще ни о чем не говорит Поэтому, если касается, что касается именно вот таких вооружения То здесь я выделяю, железно выделяю викинга фриз От которого даже в последнее время почему-то игроки не берут резисты Для меня это очень непонятно, почему от него не берут резисты Давайте сразу нажимаем продолжить Чтобы его еще одну сегодня каточку прогрузиться А то только начали и уже у нас боечек закончился Сыграем еще одну сегодня такую жесткую нагибаторскую матчмейкинговую битву Ну и расскажем больше, наверное, про вооружение Вот здесь мы летим уже 4-0, там тоже катка уже заканчивается Давайте обновим Надеюсь, что меня сейчас какой-нибудь нормальный бой кинет Чтобы была и карта Вот, карта относительно не такая здоровая Как раз подходит для нашего вооружения И вообще, в принципе, очень-таки хорошо сочетается Что касаемо Вика Фриза Это реально имбище, которое у нас сейчас есть в игре Единственное, я, наверное, еще хотел бы выделить Твинса Который мне очень тоже нравится Это вот, наверное, две пушки, которые я сейчас больше всего ценю, наверное, и люблю в этой игре Твинс это отдельная тема Сегодня не будем про него говорить Ну а что касаемо Фриза Так это соотношение скорости уничтожения танка Это понятно, что ближний бой Но любая карта, играя на Викинге При том, что ты играешь с расходкой Это всегда легко Всегда легко догнать противника, задамажить При том, что ты наносишь заморозку противника Ты его тормозишь И в этом плане у тебя все суперски сочетается И ты всегда будешь полезен на данной пушке Конечно, на больших каких-то нереальнейших картах Типа там Бреста Не знаю, там что еще у нас Можно выделить такие большие карты Магистраль та же Которую, бывает, бросает на Именно таких катках на матчмейкинговых Там, конечно, полезность ваша на таком вооружении будет меньше Но что касаемо всяких таких Опачки у нас, голдик, давайте попробуем поймать Может быть получится, нет, не получилось Что касаемо карт таких, как Тот же ГО-2042, на котором я сейчас играю До этого я сыграл на полигончике Песок, Сандал, Кёльн Много-много карт у нас На которых данное вооружение будет просто неистово нагибать Тот же Иран Много карт, в общем, перечислять можно долго Но я так, для примера, парочку выделил И вот, я думаю, что в этом плане вам все понятно Поэтому, ребят, я бы хотел вам посоветовать Если у вас нету такого вооружения Если вы играете, например, на каких-то средних званиях Данное вооружение нагибает не в зависимости вообще от вашего звания Пусть это будет там уоренты Пусть это будет условно лейтенанты Пусть это будет генерал-лейтенанты Всегда будет нагибать данное сочетание Какой бы комплектации оно не было Я имею ввиду по модификации Будь это М2, будь это М1 Для своего звания это всегда полезное вооружение Которое будет у вас все равно нагибать Что касаемо именно таки режима боя Что я еще, конечно, очень важного не сказал Для набития звезд Все сами видите, кто у нас смотрит стримы Сколько я уже набил звезд За какое определенное время И вообще все это дело, конечно же, я набиваю без бустера То набивать звезды, конечно, все равно быстрее в захвате флага Потому что шанс того, что вы закончите бой досрочно Намного больше, чем шанс досрочного завершения В том же режиме контроля точек Штурме Условно там ДМки Каждый сам за себя Или джиггернаута То здесь Закончить катку, конечно же, быстрее Даже в условном регби все равно Получается дольше Дольше времени требуется, чтобы закончить бой Поэтому по режиму, я думаю, что для всех все это известно Но, конечно, бывают исключения, когда реально у тебя не прет Реально закидывает против каких-то жестких нагибаторов И вытянуть в этом плане тебе намного-таки тяжелее Поэтому, если я бы разделял бы игру матчмейкинга в команде То есть в трио Условно там, не знаю, дуо трио И соло То есть в соло я, наверное, бы выделил для вас ТДМ-очку То есть там режим, который при небольшой карте Заканчивается досрочно, где-то за условно там 6 минут Можно закончить в принципе спокойно Если это дуо Если это трио То, конечно же, ребят, если вы умеете играть То вам стоит играть в захвате флага Потому что здесь вы можете намного-таки быстрее закончить такие катки Если вы быстро будете прогружаться в бой Быстро будете хватать флажок Противник даже сам будет выходить с карты Понимая, что он только, например, прогружается в карту Но он уже проигрывает условно 2-0 Смысл ему сидеть до конца боя Если можно просто взять, выйти и перезагрузиться А вы быстренько дотаскиваете свои флаги Зарабатываете звезды И все у вас в этом плане очень-таки четко сочетается Что касаемо набитых моих звезд Набил я уже, как видите, 200 звезд Не знаю, сколько у меня получится набить вообще за данный ивент Надеюсь, что я набью хотя бы где-то 3-4 сотки И в принципе это, я думаю, что у нас получится Безусловно, ребята, многие набивают звезды Кто-то борется за 700 звезд За эту краску И еще там больше плюшек всяких контейнеров И тому прочего Но я считаю, что в принципе С той скоростью, с которой я набиваю данные звезды Это очень-таки круто Потому что, кто, ребят, не знает Условно за час я набиваю где-то от 30 до 40 звезд И по скорости это, конечно, очень-таки круто Без бустера набивать Поэтому, ребят, если вы еще не определились Например, с определенным форматом боя С определенным вооружением То для вас данный ролик должен быть очень-таки полезным Поэтому обязательно, если вы еще не проставили лайкосик данному ролику Обязательно поставьте Если кто-то, ребят, не подписан Обязательно подписывайтесь на канал Нажимайте тоже на колокольчик Ну а мы постараемся выиграть сейчас такую вот каточку Уже 2-0 в принципе ведем Но хотелось бы еще увеличить немного-таки преимущества Даже вот относительно заработанного опыта Даже в данном бою И то у нас ребята что-то как-то слабовато набивают Относительно моего вооружения Хотя против противники тоже стоят на одном месте Не знаю, зачем они дефят Когда они проигрывают 2-0 за 2 Грубо говоря, за 2,5 минуты до конца Смысл вообще стоять в дефе я не понимаю Серьезно Ну а я свои стабильно 3 звезды за 8 минут в принципе получу Конечно, ребят, плюсы есть за счет того, что матчмейкинг сделали поменьше То есть эти 2 минуты это тоже дает плюс вам условно где-то 6 звезд Если вы бываете без бустера за час это условно плюс 6 звезд Если сравнивать бои 10 минутки и сравнивать бои 8 минут То есть условно за час вы выигрываете плюс 6 звезд Ну это где-то в среднем У кого-то получается 8, у кого-то получается 4 У кого-то вообще 10 может получиться Поэтому это как-то так Чисто для информации, чтобы вы все это дело знали Но меня увезти вообще никак не получается Остается у нас полторы минуты до конца И именно вот самый тот момент, когда моя пушка может быть не так актуальна на данной карте Но есть всегда применение ей Всегда ты можешь на ней зарешать Даже вот при таком раскладе, когда вот серьезно у тебя никогда Ну никак не получается заехать вообще на вражескую базу Что делать в такой ситуации, ребят? Может кто-то у меня спросить Тогда вам проще всего Не ехать прямо-таки на флагшток А сейчас вот попробую показать, как надо вообще играть Когда вы не можете увести флаг То есть вы пытаетесь заехать с какого-нибудь фланга К противнику на респе И там уже пытаться шакалить, я бы так сказал Выжимать максимальное количество своего баллона И именно-таки уничтожать как можно больше-таки противников Вот как сейчас у меня это отлично-таки получается Двоих я уже слил Третьему задамажил Еще плюс опять опыта получил Еще один корпус у нас респуется Еще раз мы его сливаем То есть вы не врываетесь в самую кучу Вы пытаетесь находиться где-то с какого-то фланга О, мы уже флажочек даже просрали за 30 секунд до конца Надо бы, конечно, эту каточку не слить Вы пытаетесь просто за счет того, что у вас есть вооружение Которое очень-таки быстро наносит урон Быстро так задамажить противника И при этом выиграть для себя Не только победу, можно таки сказать, в бою Так как вы по счету уже ведете Но и опыт, который вы все равно заработаете За счет данных правильных действий Вот такой вот ролик у нас сегодня, ребятки, получился Я думаю, что он для вас будет поучительный чем-то Поэтому, кто, ребят, еще не поставил лайкос Обязательно ставим Пишем в комментарии, сколько вы уже набили звезд И был ли для вас данный ролик полезен Ну и также, ребят, подписываемся на канал Как я уже сказал, нажимаем на колокольчик Участвуем в конкурсе в группе Ссылочка на которую у нас есть всегда в описании Ну а у меня на этом все Спасибо, ребят, что смотрели Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok